Агентство приватизации наконец представило полный состав новых совладельцев банка Цитаделла. Среди них бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Уокер, египетский миллиардер Насев Савери, американский инвестор с полувековым опытом Стэнли Шуман и еще с десяток инвесторов мирового уровня. Они обещают, что Латвия в проигрыше не останется, хотя цена банка до сих пор под вопросом. Подробнее Сергей Герасимов. Банк Цитаделла станет национальным чемпионом, а потом и региональным, с присущим американцам максимализмом, говорит Тим Коллинз. Его холдинг Рипплвуд согласно договору о продаже Цитаделлы получит почти 24% банка. Остальные привлеченные инвесторы, которых аж 12, получат не более 9,9% каждый. Через пять лет Цитаделла будет номером один на рынке Латвии, говорит Коллинз. А если нет, то еще через пять. Никаких деталей о том, как этого планируют добиться, Коллинз не раскрыл. Если бы мы не были уверены в банке, если бы мы не были уверены в Латвии и в регионе, нас бы здесь не было. Я бы не прилетел сюда сегодня в час ночи прямо из Каира. Что будет происходить в следующие месяцы, это вопросы менеджмента. Но отмечу, что мы увеличиваем капитал банка 10 миллионов евро, чтобы банк мог развиваться. 10 миллионов по банковским меркам, сумма совсем небольшая. Впрочем, куда важнее, сколько от продажи банка выручит государство. 74 миллиона евро. Именно столько за госакции банка Цитаделлы предлагают американские инвесторы. Отметим, впрочем, что эта цифра основана еще на летних прогнозах деятельности банка. Сейчас же идет осенний дождь, да и на дворе ноябрь. А учитывая, что сама сделка будет завершена лишь в первом квартале следующего года, то есть через несколько месяцев, цена еще может измениться. Так сколько же получит государство, это станет ясно, когда аудиторы в рамках проверки годового отчета банка определят качество его кредитного портфеля. Основной критерий, к которому привязывается потенциальная коррекция цены, это фактически собственный капитал банка по сравнению с прогнозируемой цифрой. Потому что, еще раз напомню, мы являемся до сих пор владельцем и, соответственно, все риски, которые происходят с банком, они наши риски до клозинга, до завершения сделки. Поэтому вполне логично и абсолютно стандартно, что инвестор говорит, пока мы не стали акционером, это ваш риск, и вы за него отвечаете. Мы за него отвечаем. На мой взгляд, каких-то рисков нету, что коррекция будет значительной. А вот бывший министр экономики Вячеслав Домбровский такие риски видел, как он недавно заявил, реальная стоимость банка в следующем году может оказаться даже на десятки миллионов меньше. В таком случае, согласно договору о продаже, всю эту разницу инвесторы обязуются вложить в капитал банка. В любом случае, по прогнозам агентства приватизации, к 2017 году государство вернет все вложенные в банк 377 миллионов евро. Еще 11 миллионов заработает в качестве процентов за оказанную помощь. До сих пор на банк распространялись целый ряд ограничений. Не только срок, в который нужно было привлечь частного инвестора. Мы не могли свободно увеличивать капитал банка. Мы не могли свободно кредитовать. Теперь же мы будем равны с остальными банками. Если шансы вернуть в обозримом будущем все вложенное в цитаделлы у государства есть, то иначе обстоит ситуация с так называемой «плохой» частью парекса, которую от банка отделили и назвали «реверта». Она до сих пор должна государству почти 760 миллионов евро. Отметим, что за помощь в поиске инвестора для цитаделлы Международный банк «Соседей-Женераль» получит от государства 2 миллиона евро, а юридическая компания «Линклаттерс» — 640 тысяч евро. Сергей Герасимов, Валтер Зелыч, Латвийское телевидение.